Доброе утро, дорогие друзья! Корпоративный туризм в Беларуси. Насколько это развита сфера? Кому это может быть интересна сфера? Ответы на эти вопросы знает наш гость, директор корпоративного туристического агентства Вентотур Юрий Точилов. Доброе утро! Доброе утро, Юрий! Поздравляем вас, агентство в этом году исполнилось 15 лет. Это хороший, красивый срок. А почему, собственно говоря, вы называетесь Вентотур? Что вы вентилируете, как говорится? И почему вы решили заниматься туристическим бизнесом? Вопрос, конечно, очень интересный. Когда создавалось агентство, почему-то ветер странствий навеял мне такое наименование, как Вентотур. Поэтому, наверное, и Вентотур. Венто с итальянского — это ветер. А, поэтому, да, понятно, да. 15 лет назад, в момент, когда пришла идея создания обычного агентства, туристического агентства, думали ли вы, что оно вырастет в такую большую компанию, которая будет заниматься именно корпоративным туризмом? Деловым. Честно говоря, я не задумался 15 лет назад о том, что мы будем такие, какие мы есть сейчас. 15 лет назад просто мне нравился туризм. Я любил путешествовать. И я занимался любимым делом. Мы делали свою работу, и за эти 15 лет выросли. Стали агентством корпоративных путешествий. Я, честно говоря, этому очень рад. Ну вот скажите, чем все-таки отличается? Вот просто люди, просто приходят в турагентство и покупают себе путевку куда-либо. А вот все-таки ваше агентство, оно несколько другое, оно несколько отличается. Чем отличается классический туризм от корпоративного? От того, чем занимаетесь вы? Все очень просто. Вы правильно заметили, что в обычное агентство приходят, в классическое агентство приходят люди, они выбирают путевку, они выбирают туда, куда поехать, где можно отдохнуть. В нашем случае нашими клиентами являются корпорации, различные предприятия, различные формы собственности, федерации, спортивные клубы. И мы работаем для них. Мы для них делаем комплекс услуг. Это и авиабилеты, это и проживание в отеле, это и трансферы, это и необходимая визовая поддержка. Экскурсии там, которые они могут посетить. То есть полный пакет. Да, все то, что им необходимо в их, скажем так, командировках, поездках, любые мелочи, мы для них. Вот назовите тогда пять, например, направлений, куда чаще всего именно в корпоративном сегменте отправляются ваши заказчики. Ну, я уверен, что первое направление – это Москва и Российская Федерация, города Российской Федерации, потому что больше всего у нас экономические отношения с этой страной, с Россией. Второе место, ну, я могу судить только по статистике нашего агентства, это Вена. Третье направление, куда летают наши деловые люди – это Китай, при том, где-то процентов 50, может, даже больше – это Пекин. Четвертое направление – это Германия. Это различные города Германии, там проходят выставки, и очень много деловых людей летают в Германию. Пятое направление… Да, конечно, Рим, Милан, вот, конечно, летают у нас и в Объединенные Арабские Эмираты, и в страны Петерского залива, вот, летают и в другие интересные экзотические страны, и не только экзотические деловые страны, вот. Ну, как бы пять, я, наверное, вот, хотел бы остановиться вот на этих странах. Скажите, а вот насколько проще или сложнее работать с корпоративными заказчиками, нежели с обычными рядовыми туристами, которые приходят в турагентства за путевочкой в Египет, в Турцию или в Арабские Эмираты? Ну, я считаю, какой бы ни был заказчик, нужно работать с каждым заказчиком очень хорошо. И главное внимательно слушать, что хочет заказчик. От того, насколько вы чувствуете и понимаете заказчика, складывается успех вашей работы с вашим заказчиком. Неважно, он частное лицо пришел в агентство выбрать путевочку, либо это большая корпорация, для которой вы организуете какой-то корпоративный выезд. Ну, вот, у вас ведь в агентстве работают люди, это наверняка уже отлаженные отношения. Вот, что бы вы пожелали сейчас? Возможно, вас многие слышат, их семьи. Вы же, наверное, знаете, вот, что бы вы пожелали своему агентству, Вента Тур, коллегам, партнерам вашим, заказчикам? Я хочу поблагодарить коллег, особенно тех, кто с самого начала в нашем агентстве работает, за их персонализм, за их веру в то, что мы делаем. Всем хочется пожелать здоровья. Нашим бизнес-партнерам пожелать удачи, успеха. Сказать спасибо за то, что они верят в нас, и мы их никогда не подведем. Вы строгий начальник? Ну, я больше, наверное, демократический начальник, чем строгий. Мне кажется, что вы демократ, да. Спасибо большое, Юрий Георгиевич, поздравляем вас, 15-летие, прекрасный праздник Вента Тура, поэтому хорошего дня, хорошей работы, хорошего понедельника. Начали вы красиво. Да, я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях был Юрий Точилов, директор корпоративного туристического агентства Вента Тур. Продолжение следует...